МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Вести КамАЗа. С новостями автогиганта вас знакомят Павел Михнов. И Людмила Трестернц. Сегодня в выпуске. Мастера бывают и среди мастеров. Лучшего из новичков определяли на литейном заводе. Не хитро, конечно, но тоже весьма современно. КамАЗ привел в порядок воздушные ворота за камье. Школьники и студенты активно изучают КамАЗ. В Челнах открылся уникальный профориентационный форум. Грамотным руководителям по пути с КамАЗом на литейном заводе мастера вновь боролись за звание лучших на производстве. Этот конкурс проводится ежегодно. В нем принимают участие молодые сотрудники, стаж работы которых год. Но этого времени уже достаточно, чтобы понять специфику выполняемых задач, особенности работы с коллективом. И заявить об этом, выиграв профессиональный конкурс. Здесь, как на ЕГЭ, ручка, тестовый бланк и калькулятор. Больше ничего с собой брать не разрешается. За разговорами в аудитории внимательно следят организаторы. На первую часть задания, теоретическую, у конкурсантов один час. Но многие выполнили раньше. Быстрее всех свою работу на проверку сдала единственная среди мастеров представительница прекрасного пола. Даже горда, что я среди мужчин одна. Мы у женщин тоже хорошо работаем. Тоже очень много у нас мастеров на заводе женщин. Конкурс у нас состоит из двух частей. Сам конкурс – это теория и практика. Теория состоит из вопросов, как всегда, это качество, вопросов поиска, технологические вопросы обязательно, на знание чертежей. Практика также состоит из двух этапов. Сначала нужно описать чертеж по качеству отливки, потом кейсовое задание – решить поставленную задачу, исходя из определенных данных. Кстати, это не только бланки, но и видеоролики. Вопросы, в принципе, я бы не сказал, что сильно сложные, но при более тщательной подготовке можно было ответить и лучше. На смекалку и на выдержку, как вы, например, поступите в коллективе при таком-то плане, если будет неформальный лидер, а вы мастером на производстве находитесь. Мастер должен уметь правильно оценивать ситуацию и принимать верные решения в различных ситуациях. Ведь это тот самый класс руководителей, которые, как говорится, на производстве находятся между двух огней. С одной стороны – рабочие, с другой – высшее руководство. Так закаляются на КАМАЗе будущие начальники. В дальнейшем мастер имеет все возможности стать руководителем. Поэтому эти конкурсы, я считаю, необходимы, они нужны. И, естественно, мы их будем всегда проводить. Это кадровый резерв начальников КАМАЗа. И у победителей подобных мероприятий перспективы скорого карьерного роста. Лучшие на литейном заводе отправятся защищать честь литейки на общекамазовском конкурсе. Но сначала почет, уважение и денежные поощрения лучшим среди подразделения. Егор Орлов, Эльнар Мустафин. Вести КАМАЗа. Правительство предоставит КАМАЗу 35 миллиардов рублей госгарантий на срок до 15 лет. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с гендиректором автозавода Сергеем Кагогиным. На сайте правительства 19 августа появилось соответствующее распоряжение. Вскоре после появления этой новости акции КАМАЗа на бирже подорожали почти на 10%. Те задачи, которые стоят перед КАМАЗом, они чрезвычайно амбициозны. И очевидно, что наш бизнес сегодня не даст той генерации прибыли, чтобы выполнить эту инвестпрограмму. А без исполнения инвестпрограммы у компании нет будущего. Соответственно, мы обратились к основному акционеру за финансовой поддержкой в виде государственной гарантии. Это нормальный рыночный механизм. Это заимствование, это накладывает на нас большую ответственность. Гарантии подписаны. И государство, наше государство делится нами риски по инвестиционной программе. Государственные гарантии предоставлены по облигациям предприятия. Решение о выпуске облигаций КАМАЗ принял в конце мая. Вырученные от продажи облигаций средства пойдут на финансирование 7-летней инвестпрограммы компании. Российский рынок до последних событий был скупым на долгосрочные ресурсы. На 10-15 лет деньги было занять проблематично. Госгарантии дают доступ к таким ресурсам и снижают риск невыплаты долга. И, соответственно, снижают саму процентную ставку на 1,5-2% годовых. Это служит дополнительной мерой для уверенности инвесторов, что эти бумаги будут своевременно погашены и, соответственно, влияют на стоимость этих ресурсов на рынке. Со старым модельным рядом наши перспективы довольно-таки туманные. Ввиду этого и правительство тоже осознает важность этой инвестиционной программы и готово было поддержать и поддерживать в виде государственной гарантии эту инвестиционную программу. А, соответственно, реализация этой инвестиционной программы позволит по-прежнему оставаться КАМАЗу лидером рынка, более того, завоевывать новые рынки, в том числе зарубежные. А это, соответственно, рабочие места, это наши с вами зарплаты. Как говорится, встречают по одежке. Так вот, набережные Челны теперь начинают нравиться с первого взгляда. Как, кстати, Нижнекамск и Лабуга, да и все за Камье. Реконструкция аэропорта Бегишева близится к завершению. Напомним, что КАМАЗ является стопроцентным владельцем аэропорта. И вот генеральный директор Сергей Кагогин, как представитель единственного акционера, на днях оценил изменения и качество проделанных работ. Конечно, это непрофильный бизнес для КАМАЗа, конечно, непрофильный. Но, тем не менее, когда мы вынуждены сделали эту покупку, приобрели аэропорт, и понимая, что доступ на нашу территорию возможен только воздушным путем для наших партнеров и гостей, соответственно, мы рискнули. Пришлось учиться правильно управлять активом. Но, в конце концов, сегодня идет огромный, по моим мерам, оценки рост пассажиропотока. Конечно, комфорт для пассажиров. Это стало серьезным самостоятельным бизнесом, который не приносит убытков, а генерирует ту прибыль, которая позволяет даже проводить реконструкцию. Более 100 миллионов рублей выделил аэропорт Бегишева и собственных средств для реализации проекта реконструкции. У нас появился нормальный зал прилета с выдачей багажа, с багажной системой. Это первое основное, где нас постоянно критиковали. Второе, это у нас увеличилась зона вылета пассажиров, которые вылетают от нас. То есть это более 700 квадратных метров со всей инфраструктуры, которая должна быть внутри этого. Общепит, туалеты, даже есть детский уголок специально для детей. Значит, появились пять стоек регистрации. Современная система обработки багажа с досмотром, как положено. Система кондиционирования, вентиляции. Применены были последние технологии здесь. Сегодня аэропорт Бегишева – крупное авиатранспортное предприятие и важнейший транспортный узел региона Закамье. Равноудаленность от Нижнекамска и от набережных Челнов позволяет повысить мобильность всех жителей северо-восточного экономического региона Татарстана. Два рейса, что у нас появились на Нижний Новгород и на Екатеринбург, по-моему, у нас полеты пошли. Это, конечно, только первое начало. Очень правильная государственная программа субсидирования таких полетов. Это, конечно, для наших жителей будет очень серьезным подспорьем скорость передвижения. Обновленный аэропорт только за июнь и июль успели на отлично оценить более 40 тысяч пассажиров. А в целом пассажиропоток увеличился на 25% в сравнении с прошлым годом. Для удобства улетающих открыта онлайн-регистрация у авиакомпании Аэрофлот, ЮТЕЙР и Акбарсавиа. Внимание персонала, удобство регистрации, получение и выдача багажа. Все эти мелочи делают полет приятным. Ведь человек все равно, когда собирается в дорогу, ему это непросто. Он хочет, чтобы к нему внимательно относились. Я благодарю Сергея Романцова и персоналу нашего аэропорта, что они смогли это сделать и изменить. Людмила Тресмин, Михаил Матвив, Вести КАМАЗа. Продолжение темы. Среди резидентов аэропорта – молодой бренд КАМАЗ-спорт. Флагманский магазин располагается в зоне вылета. Время до посадки можно провести за выбором достойных вещей в модном стиле casual. Спортивные костюмы, несколько вариантов футболок, бейсболки, толстовки. Кстати, необычные принты с богатырями на грузовике уже нашли своих поклонников в интернете. У нас уже открылся интернет-магазин по адресу kamaz-sport.com. Можно заказать любые вещи и оплатить их при получении. Все безопасно для всех. Работа уже заканчивается на этой неделе. Мы раскладываем все вещи, все красиво делаем и уже открываемся. Сейчас творческая группа «КАМАЗ-спорт» работает на димней коллекции, в которой будут теплые куртки и жилеты. Обещают новые интересные принты. А поддержать ребят можно в соцсетях. В «Контакте» есть группа, где мы выкладываем все новости и можно следить за брендом, за его развитием и точками продаж. Найти себя на «КАМАЗе» около 200 старшеклассников и студентов из 18 городов России стали участниками первого молодежного профориентационного форума «Профдвижение». Он начал свою работу на базе оздоровительного комплекса «Сулык». Организаторы в течение недели знакомили юных гостей с деятельностью градообразующего предприятия и помогали определиться с профессией молодому поколению. На открытие форума приехали представители Министерства труда, занятости и социальной защиты, а также промышленности и торговли Республики Татарстан. Именно эти ведомства совместно с «КАМАЗом» стали идейными вдохновителями «Профдвижение-2014». Этот форум – это прекрасная вещь, где можно поговорить, где можно найти какие-то, так скажем, пути решений в своих раздумьях. Но то, что мы сделали совместно с «КАМАЗом», огромное спасибо руководству «КАМАЗа», что нас поддержало, это, конечно, большое дело. Разделяют мнение чиновников и юные участники съезда. Многие из них еще не определились в своей будущей профессии. Камский автогигант и этот форум они рассматривают как некий плацдарм для будущих свершений. Дело в том, что я сейчас учусь в 11 классе и определяюсь с выбором своей профессии. И я надеюсь, что именно этот лагерь поможет мне определить дальнейшую мою судьбу. Я приехала сюда, чтобы найти новые знакомства и поучаствовать в различных мероприятиях, чтобы саморазвиваться и стремиться к чему-то более лучшему, и узнать более лучше о «КАМАЗах» и вообще о нашем городе. Я считаю, что такие мероприятия важны для нашей страны, для нашей республики. Это помогает тебе находить новые знакомства не только в республике Татарстан, но и по всей России. Ты узнаешь внутренний мир «КАМАЗа», то есть как он живет. Между тем ты получаешь несказанное удовольствие от этого. Максимально познакомиться с внутренним миром «КАМАЗа» ребятам помогут экскурсии по заводам и мастер-классы от специалистов в области машиностроения. Есть среди участников и тех, кто с профессией уже определился. Для них все это станет отличной практикой. Первый год перехли на «КАМАЗ». Я считаю, что это самое большое предприятие России. Нас отправили сюда смотреть, чем мы будем заниматься в будущем, на что мы учимся. Ну, в принципе, мне интересно. Я много для себя очень всего узнал, вот, чего раньше узнал. Кроме всего прочего, в программе «Профдвижение» посещение главных городских достопримечательностей, масса развлекательных конкурсов и образовательных семинаров. В день закрытия особо активных участников отметят призами. По итогам форума призом будет выставлено пять офферов, офферов одного дня. То есть ребята могут по итогам форума прийти и трудоустроиться на «КАМАЗ». То есть пять лучших ребят могут быть трудоустроены прямо здесь и сейчас. Еще 15 лучших получат ценные призы. Организаторы надеются, что форум принесет максимум пользы всем участникам и в дальнейшем станет ежегодным. Артем Сморхин, Андрей Куслаков, «Вести КАМАЗа». Отдохнули и посоревновались. Традиционный туристический слет молодых работников прошел на «КАМАЗе». За два дня туристы прошли через немыслимые испытания. Спортивное ориентирование, дамбайский бокс и полоса препятствий – это только некоторые из них. Как выжить и победить в условиях дикой природы. Репортаж Валерия Заседова. Жители Шельны постепенно начинают привыкать к веселому камазовскому слету. Уже не первый год он проходит в этих живописных местах. Хоть и недалеко от города, но все же без благ цивилизации. Люблю турслет. Болею за камазовый быт. Камазовый быт сегодня, камазовый быт всегда, камазовый быт форевер, камазовый быт. Ура! Среди участников и бывалые туристы, и те, кто только приобщается к популярному спорту. Несмотря на это, все команды выступают на равных условиях. Новичкам поблажек нет. Я в этом году участвую первый раз в подобных мероприятиях. Именно в камазовском таком турслете. Поэтому мне очень интересно посмотреть, как происходит такое мероприятие. Я как бы вообще по жизни активный человек. Программа разделена на технические, творческие и шуточные этапы. Пройти необходимо все, набрав при этом максимальное количество баллов в каждом. По итогам двух дней определится победитель. Ребята ждут это мероприятие, этот слет, с удовольствием приезжают и принимают участие. Их нужно один раз вовлечь в эти мероприятия, и потом они дальше с удовольствием будут принимать участие в этих мероприятиях. В этом году больше всех очков набрала команда Литейного завода. Второе место за молодежью Автомобильного, ну а третьими стали работники Прессово-Рамного завода. Валерий Заседов, Ильнар Мустафин, Вести КамАЗа. Колонна из 280 белых камазов с российской гуманитарной помощью для юго-востока Украины наконец-то пересекает границу. Грузовики, везущие около двух тонн гуманитарного груза, уже получили в народе название «Вежливые камазы». На всем пути КамАЗ через свои автоцентры оказывал сервисную поддержку автотехники, задействованные в доставке помощи. В городах по маршруту следования колонны, где располагаются автоцентры КамАЗа, грузовикам было предоставлено необходимое сервисное сопровождение. На российско-украинской границе колонна находится с 14 августа. Все это время там работают выездные бригады камазовских автоцентров, оказывающие необходимую техническую поддержку. По заявлениям специалистов, за все время следования колонны не возникло серьезных поломок. Тем не менее, сервисные бригады будут сопровождать «Вежливые камазы» вплоть до окончания гуманитарной миссии и возвращения всей техники в исходный пункт отправления. Мы желаем удачи «Вежливым камазам», чтобы ничто не помешало этой доброй миссии. А эта неделя заканчивается. Во всем, чем запомнится следующее, смотрите «Вестях камазов» в пятницу 29 августа в 19.15 на канале РЕН-ТВ Набережной Челны. О камазе подробно и честно. С вами были Людмила Трестман и Павел Михнов. Всего доброго. До свидания.